всем привет блендер 2 81 и на повестке дня как сделать вот такую мимику давайте разбираться есть сложности надо это дело все рассмотреть вот такой персонаж получился не ахти какая поза конечно но уже все работает все замечательно помучила меня конечно это дело все и давайте рассмотрим как да что тут происходило и так вот панда я ее обрезал и сделал более-менее чтобы от мимику и жесты рассматривать ноги пока не нужны штаны вроде как рассмотрены частично еще надо их дорабатывать с ногами разбираться ну вот пока вот такая панда и вот в чем состоит вопрос переходим включаем косточки и заходим в режим позы смотрим внимательно что будет происходить и все косяки будем рассматривать сейчас вот первая моя модель полностью кости я вставил глаза зубы веки даже добавил и получается вот такая штука нажимаем начинаем выкручивать и вы видите что все вылазит вот она все веки вот они зубы короче на месте только глаза вопрос в чем как все это дело исправить и откуда берутся косяки сначала я удалил вот эту панду объектный режим нажимаем на панду и делит смотрим что да как вот как все здесь выглядит печально вот это вообще непонятно к чему это все уходит наверное вот этому к центру курсору ну пока на это внимание не обращаем вопрос будем решать кардинально и после трехчасовой работы думок и экспериментов все оказалось очень просто нужно сначала чтобы вам понятно было зайду в режим редактирования вот так вот так сначала нажмем а английскую и уведем вот эти кости все в бок нужно первым делом вот этого панду сделать и наложить на него кости и ошибка состояла в чем что глаза вот эти глаза зубы веки нельзя именно с общим ригом соединять control и сейчас покажу объектный режим control и и не надо делать вот это быть автоматик виджет с автоматическими весами и глаза и зубы полностью все это отдела объединять объединяем только риг именно с телом а потом происходит вот такая штука сейчас буду вам ее показывать первым делом нужно или оставить глаза если вы уже все объединили то тут уже можно сделать таким вот образом объектном режиме заходим находим вот эти глаза жмем дэлит жмем дэлит также тут присутствуют веки если зайти выбрать косточки и зайти в режим позы сейчас можно ему открыть рот вот так вот и удалить вот эти зубы это уже в объектном режиме немножко путаюсь долго сижу уже за ним дэлит и вот так вот зубы дэлит косточки все остаются те же самые и теперь нужно в объектном режиме подгрузить сюда именно кости ну не кости а вот эти вот зубы глаза и так далее находим где они находятся и вот находим зубы импорт сейчас зубы подгрузятся и будем их немножко корректировать и уже прогонять как надо кстати риг уже соединен весами с костями кости уже прикреплены нам нужен именно вот теперь у нас есть зубы здесь можно английская немножко подкрутить G установить их так тройка на нампаде опять же R G ну и где то вот допустим вот так вы установили их немножко подкорректировать чтобы они не вылазили конечно тут присутствует и язык и зубы и вот нужно теперь все это дело связать вот с этим ригом объединение весов не будем делать а просто зайдем вы выделяем вот эти зубы и выделяем шифт дожатой косточки заходим в режим позы находим вот эту вот косточку к которой нужно все это дело к которой это все дело и было прикреплено или вы создаете новую косточку в режиме редактирования и нажимаете на нее так сбрасываем выделение всех костей чтобы к другой не прилипло и жмем Ctrl P и назначаем вот эту кость вот теперь в объектный режим сбрасываем выделение вот этих зубов нажимаем на косточки и заходим опять в режим позы выбираем кость челюсти и попробуем все это дело покрутить R вот так все происходит вы видите что зубы находятся на месте G можно немножко подтянуть вот так и R немножко подкрутить и G опять вот поставить вот так немножко его искривило не беда добавим и оттянем и вот вы видите что зубы никуда не уходят они находятся на месте вот вот эта косточка теперь будет руководить зубами она прикреплена именно к челюсти как и губы вот эти нижние сначала прикрепляются вот эти вот эти все косточки вот эти прикрепляются вот к этой челюсти жмем Ctrl P в режиме редактивный и делаем Keep Offset ну и смотрим как она будет работать если зубы не будут уходить никуда то все нормально вот зубы работают отдельно если вдруг улыбка какая-то или еще что-то их можно убрать их можно приподнять и вот это вот челюсть уже R вводит челюсть вместе с зубами вот таким вот образом вот такая штука точно так же делаем именно веки и так же делаем глаза вставляем сейчас глаза файл импорт и общ находим глаза вот у нас подгружается глаз он сразу становится на место потому что модель делалась и сохранялась полностью вот уже в сборе и она будет именно устанавливаться туда куда предназначена и вот теперь имеем глаз нужно теперь этот глаз связать вот с этими манипуляторами для них так заходим нажимаем shift на косточки и заходим в режим позы вот такая вот штука находим вот эту косточку глазную вот это она и вот теперь нужно единицу на нампаде смотрим точно ли она так это точно вот она уже и можно ее вот теперь ctrl p назначить кость проверяем сейчас сначала выбираем вот эти косточки которые руководят глазами это жмем g и вы видите что глаз работает все прикреплено ну и надо теперь в объектный режим сбросить выделение с глаза выбрать косточку и зайти опять в режим позы чтобы проверить как это все дело установилось вот выбираем теперь кость головы и крутим вертим вот вот эти части нужно тоже поудалять вот теперь глаз работает полностью заходим в режим позы и еще раз проверяем жмем r и вы видите что глаз на месте зубы на месте все нормально прикреплено все с этим теперь можно дело делом работать и вот точно так же вы вставляете второй глаз вставляете века и назначаете им именно вот этот бон кость а самого персонажа кто у вас там будет если у него будут какие-то шмотки какие-то детали глаза все все остальное вы добавляете через бон в режиме позы выбираете опять повторяюсь выбираем объект который нужно прикрепить и жмем на кости заходим в режим позы и находим ту кость которая должна прикрепляться именно эта деталь нажимаем через shift и делаем control и кость бон и все теперь не распадается все работает давайте теперь проверим как это все дело выглядит на риге который уже собран целый так вот этот персонаж уже собран более-менее правильно и давайте посмотрим в режиме позы выпадает ли тут что-то или нет очень у меня конечно вопрос этот напряг на три часа с лишним по-моему вот вы видите что голова поднимается и ни одна деталь не выпадает ни зубы ни язык ни глаза ни веки вот такая штука ну и давайте ему какую-нибудь мимику сделаем удивление допустим выбираем вот эти косточки через shift вот эти можно тоже и по брови теперь G поднимаем их кверху где-то какую-то косточку можно вот так как корректировать увести ниже выше вот так вот еще вот так теперь что делаем теперь открываем допустим рот R так мне эту кость выбрал вот это у меня косточка и жмем R открываем рот немножко можно подкорректировать глаза вот так поставить G вниз ну и опять же немножко нос корректируем вот 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 у меня косточки тут запрятаны вот вот так вот G можно вот так вверх их чуть-чуть приподнять можно перекрутить ну и немножко вот эти вот удивления можно убрать так вот это кость вот это вот это смотрим чтобы никакую не пропустить так и нормально мы делаем g вот так немножко поровнее чтобы не убого было так зубы вот эти верхние можно спрятать они у меня вот эта косточка отвечает g немножко поднимаем вот так ну и здесь еще можно добавить косточки которые будут рот расширять она в принципе есть это вот она кость вот так ну вот эти косточки тоже могут вытягивать лицом по удивление окно с этим на перебор можно поменьше сделать вот так ну и немножко поменьше народ открыть вот так уже будет удивление конкретное ну и вот эти еще можно к верху чуть-чуть приподнять ну и тут есть еще и веки вот они веки так это вот вот это века жмем и вот эту джи также можно перекрутить немножко припустить вот сюда смотрим что у нас тут с языком работает али нет джи не хочет нужно немножко язык потом прикрепить видно открепился вот что-то в таком духе еще можно вот эти челюстные добавить чтобы более-менее лицо вытягивалось теперь заходим в объектный режим семерка на нампаде выбираем камеру жмем джи подтягиваем жмем r джи тройка на нампаде и повторяем так 0 джи поправляем слишком высоко ну опять же р перекручиваем и джи немножко вот так вот так вот чтобы снизу на я смотреть так снизу это многовато джи и немножко р единицы на нампаде и перекручиваем и джи поднимаем кверху вот так ставим ноль так немножко еще к верху на поднимем чтоб прикольней было 0 джи и вот так все дело будет выглядеть выбираем косточки можно поставить вот здесь вот во вьюпорте отображение во вьюпорте именно сетку чтобы часть костей не мешали ноль и теперь заходим во вкладку вот тут кратис и находим вывод тут этот ставим куда хотим сохранять именно вот этот этот рендер ставим применить ноль на нампаде добавим источники света так это shift d 3 источника будет shift d вот треугольником вот так вот так джи немножко один вниз этот чуть-чуть сюда ну а этот ставим чуть подаля можно также добавить меш добавить плоскость с английское растянуть ее ну что-то вот в таком духе и жмем рендер рендер изображения немножко подождем и посмотрим что получится ну вот такой рендер получился на скорую руку еще можно его доработать где-то задний фон поставить руки поменять там классы или вперед руки вытянуть как в боевой позе ну вот такая вот получается штука все всем пока до свидания в описании и в описании и в описании Продолжение следует...